Молдавский яблок Ретива закрыли и свой наводненный польскими фруктами. Европейский рынок. Катиться молдавскому яблоку оказалось совсем некуда. И в этом году ничего не отправили. Ну что продали? Ну я лично продал. Ну отправил одну машину на Румынию. Она неделю простояла. Пока я им сертификат качества, пока туда-сюда. Но фермерам нужен российский. Это не то, что нужен им. Вот под зарез нужен. Яблочная эмбарго обрушила молдавскую экономику. Республики запретный фрукт уже обошелся в 200 миллионов долларов убытков. И это только первые потери. И такая картина сейчас по всей республике. Это похоже на колоссальную яблочную драму. Разрены сотни хозяйства и фермеры. Одиночки. Не убранными стоят яблоневые сады. А сами яблоки уже никому не нужные. На десятки километров гниющим ковром покрывают землю для небольшой республики, чью основу всегда составлял экспорт сельхозпродуктов. И в частности яблоко. Это настоящее бедствие. Придется за долгие землю продавать, если купят еще. Фермер Василий рубит свой выстраданный поколениями яблоневый сад. Продать за копейки землю европейским скопщикам единственный способ рассчитаться за кредиты, взятые под удобрения и будущий урожай. Топоры разоренных аграриев стучат по всей Молдавии. Все. У нас пропало около 3000 тонн. Только в нашем селе. Арионежда, Карлашовка. Люди взяли фуры, кредит, трактора, купили землю, купили холодильник, холодильные установки. Это колоссальный день. И все замерзло. Итоги нынешних парламентских выборов стали политическим народным протестом против западного курса. Впервые за пять лет правящей парламентской еврокоалиции нанесена звонкая пощечина. Большинство голосов на выборах взяла партия социалистов Игоря Дадона. Социалисты выступают за интеграцию со странами таможенного союза и разрыв кабального для республики договора с Европой, цену которому в Молдавии многие уже успели почувствовать на себе. На первом заседании парламента социалисты выступят с инициативой о денонсации соглашения об ассоциации с Европейским союзом. С другой стороны, сближение с Россией, вступление в таможенный союз решает проблему как государственности, то есть решение приднестровской проблемы. Потому что в принципе мы можем договориться с Приднестровьей, с Гагаузией о создании федеративного устройства государства, которое пойдет в таможенный союз. Впрочем, и победившие социалисты, и занявшие третье место коммунисты, и другие пророссийские партии, теперь добиваются отмены результатов выборов в суде. Власти Молдавии фактически исключили из выборного процесса треть всех избирателей. Для 700 тысяч живущих и работающих в России молдаван из Кишинева прислали лишь 15 тысяч бюллетеней. А значит, большому числу пророссийски настроенных избирателей на этих выборах проголосовать вообще не дали. И если мы не добьемся законного, справедливого решения судов, не будут отменены выборы, я очень боюсь, что и этой зимой, и следующей весной у нас начнутся социальные протесты против внешнего управления со стороны США и Европы. И европейцы, и Соединенные Штаты Америки пытаются расширить зону своего влияния ближе к границам Российской Федерации. Сегодня наш избиратель сказал нет этому процессу. Колорашовка – типичное село на севере Молдавии. Дети Сергея и Галины работают в Москве, а заработанные деньги присылают домой. Таких историй здесь тысячи. На те полтора миллиарда долларов, что ежегодно из России молдаване переводят в республику, выживают десятки тысяч семей. Без этих денег многие молдавские села давно бы обезлюдели. Для нас Россия – это как воздух. Понимаете? Вот как воздух. Мы без России никуда не денемся. Раз люди просят и говорят, давайте налаживать с Россией отношения. Давайте не будем терять... У нас аграрная страна, мы не имеем права просто людей оставить без этого рынка. Неужели наше правительство не услышало нас? А мы не хотим здесь НАТО. НАТО, когда будет в Америке. А мы не будем в Молдавии жить. Мы как родились здесь, так и будем жить. Но у западных кураторов Молдавии свой сценарий будущего для республики. Генеральной репетицией украинского Майдана стали кишиневские события в апреле 2009-го. Сразу после парламентских выборов город охватили беспорядки. Толпа вооруженной молодежи разгромила. Парламент штурмом попыталась взять дворец президента и телецентр. Следствие, организованное по распоряжению президента Владимира Воронина, установило 200 боевиков, часть из которых офицеры спецназа были отправлены в кишинек из Румынии. Еще одна боевая сотня прибыла из соседней Винницкой области Украины по личному распоряжению Юлии Тимошенко. Молдавский народ осуждает войну в Украине. И не хочет, чтобы символ войны в Украине стал символом начала войны в нашей стране. Пережившая войну в Приднестровье, Молдавия лучше других знает, что такое гражданское противостояние. Поэтому в России здесь видят гарант стабильности на собственной земле. Об этом говорят и на севере, и на самом юге, в автономии, где живут гагаузы. Эта территория всегда выступала за хорошие и добрые отношения с Российской Федерацией, с регионами Российской Федерации. Мы понимаем, что экономические интересы наши, рынки сбыта нашей продукции, конкурентоспособность наша сегодня на Востоке. Поэтому население традиционно всегда голосует за восточный вектор. Гагаузия, к слову сказать, в условиях запрета на экспорт молдавских товаров в Россию оказалась в привилегированном положении. Для фермеров автономии наша страна сделала исключение. Покупают у них фрукты, овощи, а также вино. Вино и еще одна Ахиллесова пята экономики Молдавии. После потери российского рынка сотни виноделов терпят огромные убытки и ждут возможности вернуться. Для большинства это вопрос личного выживания. Мы практически потеряли российский рынок. Если раньше мы продавали в год в Россию на 200 миллионов долларов нашей продукции, то в этом году мы еле-еле дотянули до 20 миллионов. Ориентированная на таможенный союз Гагаузия на юге, пророссийский фермерский север, Приднестровье, не скрывающее своих устремлений, и кажется готовое к предложенному социалистами диалогу о федерализации, а теперь еще и политический неоднородный центр. Маленькая Молдавия раздроблена. Для небольшой страны столь взрывоопасные противоречия могут полыхнуть куда сильнее соседней Украины. Молдавия застыла на рубеже в шаге от перемен, масштаб которых предсказать сегодня не берется никто.